Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас неформатный, короткий, экстренный и очень нужный выпуск. Связан выпуск с политической обстановкой в стране. В первую очередь я вас всех призываю выйти на митинг 23 января в вашем городе. Это прекрасная возможность заявить о своих правах и изменить вообще политическую ситуацию в стране. Вот посудите сами, мы с вами граждане России. И мы с вами договорились, что наши интересы, наши законы и права будут отстаивать определенный круг чиновников и определенной политики. Так вот, они с этой возложенной на них работой не справляются, категорически не справляются. А благодаря расследованиям ФБК, Фонда борьбы с коррупцией и Алексею Навальному, мы с вами знаем, что вот эти самые люди, они не просто не справляются, а еще они замешаны в крупных коррупционных скандалах, превышении должных полномочий, преступлений, мошенничества, убийств и много-много других преступлений. В описании к этому ролику вы найдете ссылки на самые интересные, по моему мнению, фильмы Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального. В апреле месяце 2020 года герой России Рамзан Кадыров поделился своим мнением, как нужно поступать в ситуации, когда власти, чиновники, политики не реагируют на преступления в стране. Посмотрите это самое видео. Я обращаю еще раз руководству государства, хотя бы в это время, серьезное время для нашего государства, администрации, президента, обратите на это внимание. Эй, господа, федеральная служба безопасности, вы должны обеспечить безопасность. Эту газету вы курируете, остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. В конце концов, надоело? Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет до себя этот груз ответственности и понесет по закону наказания. Как видите, то, что говорит Рамзан Кадыров, очень логично, последовательно и справедливо. Предлагаю и вам подумать на досуге над этим. Теперь непосредственно про 23 января. Я еще раз призываю вас всех с должной ответственностью, с горящим сердцем и трезвостью в разуме заявить о ваших правах, заявить громко о ваших требованиях, чтобы политическая ситуация в стране изменилась.